Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я рассказывал о сервисе Canva, ссылка в описании. Но все течет, все изменяется и Canva добавила новую функцию — работу с видео. А это уже интересно. О принципах работы Canva я рассказывать не буду. У меня об этом есть отдельный скринкаст, ссылка в описании. В принципе элементы работы с видео и анимации тут добавлены во все шаблоны, но есть и отдельный набор шаблонов в закладке видео. Большая часть шаблонов тут разрешение 19-20 на 1080, то есть классический Full HD. Берем первый попавшийся. Он как раз пустой, что нас вполне устраивает. В пустом шаблоне проще показать принцип работы. Выбираем первый попавшийся кадр из шаблонов. Кстати, вполне приличная графика. И что мы тут имеем? Ну по меньшей мере мы имеем вот такие ножницы. Это обрезка кадра. Можно укоротить его с конца до 4 секунд. И также можно укоротить его сначала. Непосредственно здесь это не важно, но в большинстве кадров мы таким образом выбираем гармоничную точку для монтажного стыка. Ну и сюда же мы можем добавить какой-нибудь элемент или элементы. Canva хороша еще и тем, что тут куча стоковых фото и видео даже на бесплатном тарифе. Она вообще отличается тем, что даже на бесплатном тарифе дает практически неурезанный функционал. Итак, вот у нас есть первый кадр длиной 3 секунды. Добавляем второй. Здесь это называется страницей. Может немного смутить, но это потому, что изначально Canva создана для дизайна, а не для монтажа видео. По умолчанию он у нас 5 секунд, но если добавить видео, он его удлинит под длину кадра. Сюда мы добавим уже собственное видео. Делается это просто, в загрузках. Сначала нужно его сюда загрузить, потом пользоваться. Сюда же можно добавлять собственное аудио. Эти два ролика я загрузил заранее. Вообще загружается все просто. Взяли ролик, закинули вот сюда. Но я не буду дожидаться загрузки, возьму существующий. Растянем. Ну и тут также есть начало и конец, которые можно двигать. Тут у меня где-то был переброс резкости. Ага, вот здесь. А начинается он где-то вот здесь. Ну и конец тоже подрежем. Вот. Шесть секунд вполне достаточно для клипового монтажа. Чуть раньше, наверное, нужно начинать. А вот так. Ну и все. Добавляем страницу-следующий кадр и действуем по аналогии. Я опять возьму какой-нибудь шаблон и быстренько подредактирую его под свои нужды. Скажем вот так. И это у нас будет завершающий кадр. Тоже сделаем его покороче и... А, тут вот это еще забавно. Тут много всяких предустановленных гифок. Конечно, как всегда на любителей под задачу, но потенциальная возможность раскрасить кадр это всегда хорошо. Хотя я бы на вашем месте не злоупотреблял подобными красотами. Добавим в кадр фоточек. Вот так. Готово. Ну и сюда еще чего-нибудь добавим. Вот у нас получился клип на 48 секунд. Последнее, о чем нужно сказать, это о музыке. Тут есть какое-то количество бесплатной музыки и можно добавлять свои треки. Музыка будет идти на протяжении всего клипа. Вы можете лишь выбрать свой отрывок из целого трека. Вот таким вот образом. Наверное, вот так. Да. Выглядит гармонично. Вроде как есть начало и конец. А здесь можно регулировать громкость трека. Также здесь регулируется громкость отдельных страниц-кадров. Если вы загрузите собственное видео со звуком, со звуком же оно будет соответственно и идти. Так вот, здесь вы можете либо отключить звук, либо сделать его потише. Так. Ну и что у нас получилось. А вот тут почему-то видео не пошло. Странно. Сейчас надо разобраться. Так. Давайте, в общем, я отключусь и разберусь, чтобы не тратить время. В общем, я не понял, почему там не пошло видео. Какой-то странный этот элемент с пленкой. Возможно сбой. А вот так сделаем. Тем более, что выглядит это немногим хуже. Также выбираем длину. Насколько я понял, если несколько видео в кадре, он выставит длину кадра по самому продолжительному. Имейте это в виду. И последнее, о чем нужно сказать, это эффекты. Ну то есть это не последнее. Так-то по-хорошему тут надо два-три скринкаста, но последнее, о чем я расскажу сегодня. Эффекты это то, как появляются и ведут себя элементы в кадре. Попробуйте каждый по очереди, поймете какой про что. Не буду застрять внимание на каждом. А вот так, например, выглядит подъем. Когда видео готово, его нужно скачать. Тут есть два типа — MP4 классическое видео и GIF. Все страницы и качаем. Он его сейчас цифрует и после скачивания мы получаем примерно вот такой результат. Ну не знаю, выводы делайте сами. Я продолжаю настаивать на том, что любой самый слабый видеоредактор типа Shotcut на порядок удобнее и функциональнее. Но для тех, кто совсем не готов, тратить время на изучение чего бы то ни было, Canva вполне сгодится для примитивных работ. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.